Здравствуйте! Меня зовут Давид. Я очень рад, что наконец-то в мои руки попал Nokia Lumia 520, на который мне самому очень хотелось сделать обзор. Аппарат у меня непосредственно от компании Nokia, то есть я его взял для обзора, обязательно вернул назад. И поехали! Обзоры я действительно готовился, я достаточно начал хорошо разбираться в Windows Phone 8 платформе. И что же могу сказать? Особенно, я думаю, для многих актуальный вопрос, стоит ли покупать 520 или доплатить, купить 620, 720, 800 или 920. Я постараюсь, конечно же, ответить на этот вопрос и можно сразу сказать, чего нет здесь, что есть более дорогих. Здесь нет вспышки, но камера, на мой взгляд, достаточно хорошая, имеет автофокус, есть отдельная, разумеется, для камеры кнопка. И, на мой взгляд, снимает она, ну, не хуже, чем, по крайней мере, 620, 720 или даже 820, как ни странно это звучит. Хотя, почему странно? Аппарат, в принципе, тоже нельзя сказать, что он сильно дешевый. Средняя цена на сейчас, когда снимается обзор, а сейчас у нас на дворе начало июля 2013 года. Средняя цена по Яндекс.Маркету Москва 7000 рублей. Итак, что же хорошего в этом смартфоне? Об этом вы узнаете. И узнаете также, что плохого. Точнее, не в самом смартфоне, а больше в Windows Phone 8. Windows Phone 8, соответственно, работает от микросим-карты, разумеется, одна штука. Веса небольшого, всего 124 грамма. Дисплей у него 4 дюйма, цветной IPS, то есть, хорошие углы обзора, достаточно хорошая цветопередача, хорошо ведет себя на солнце. Несмотря на то, что это младшенькая модель Lumia 520, она, как и старшие модели, может управляться перчатками. Это, я считаю, очень важно. И я думаю, все производители будут так делать. Уже и Sony делает, и Samsung. Приятно. Еще у него особенности, что дисплей, как говорил, то есть, IPS 4 дюйма, разрешение относительно небольшое, 800 на 480. Пиксели иногда видны. Видны они, знаете, где, честно говоря. Когда работаешь со смартфоном, смотришь фильмы или в интернете, просто они не видны. Видны они в основном, когда читаешь. И то, не то, что сами пиксели, но вот я эту читалку, соответственно, BookVisor, как она правильно называется, сейчас посмотрим. Вот она, BookVisor, да. Я эту читалку ставил на все практически Lumia, что у меня были. И здесь вот немножечко все-таки как будто бы бросаются в глаза эти пиксели. Но это, возможно, я придираюсь. По аккумулятору вам, конечно же, интересно. Да, вначале характеристики, вы знаете, без меня, я уверен, но не назвать я их, конечно же, не могу. Собственно, здесь двухъядерный процессор. Относительно тактовая частота небольшая, 1000 МГц. Всего 512 МБ оператива, тоже не густо, но работает хорошо. Память здесь 8 ГБ, доступно меньше 5. На новом аппарате было доступно 4,7 ГБ. И, собственно, карта памяти до 64 ГБ, микро, соответственно, SD. Аккумулятор 1430 мА, но работает стабильно, 5 часов. На воспроизведение YouTube на максимальной яркости. То есть я поставил максимальную яркость. Я включил YouTube. Ну, YouTube включил, соответственно, через браузер. Отдельного приложения на Windows Home пока нет. И проработал 5 часов. Мне кажется, очень неплохой результат. Итак, перед тем, как показать меню и рассказать, что нравится, что не нравится, я его отключу, соответственно, сниму крышку, покажу, что под ней. После этого посмотрим внешний вид, комплект и расскажу плюсы и минусы. Как таковые, минусы здесь, в принципе, нет радио. Ну, как я понимаю, это большая особенность, это не Nokia, а Windows Phone 8. Нет вспышки, как уже говорил. Корпус, кстати, он снимается очень просто. Ну, разумеется, кроме красного корпуса существуют и другие. Вот на коробке все нарисовано. И белые, и черные. Но мне нравится красный. Я мог бы себе такой купить. Собственно, что мы видим. Вот, снял я крышку. Все очень просто. Аккумулятор. Мы его также аккуратно снимаем. И, в общем-то, видим, что вот она, соответственно, микро-сиди-карточка сюда ставится. Сюда ставится микро-сим-карта. Все очень просто. Собственно, вот он, динамик. Динамик достаточно громкий. То есть, как звонок, хорошие фильмы, если смотреть, есть желание с него. Тоже вполне обеспечивает хорошо звуком. Пока он включается и загружается, сейчас я протру, он тоже маркий, ну, как и большинство телефонов, в принципе, вообще. И, собственно, внешний вид. 4 дюйма дисплей, как и говорил. Вот он, кнопки, ну, стандартный Windows Phone 8. Динамик, фронтальная камера. Вот она здесь. С другой стороны, как и на всех Lumia. Ну, кто знает мои обзоры, либо другие смотрел, все стандартно. Кнопка включения-выключения, качельки громкости и клавиши камеры. Можно режимы ожидания запустить с автофокусом. Очень удобно. Фиксируешь, потом нажимаешь. Снизу мы видим разъем под, соответственно, microUSB. Сверху разъем 3,5 мм под наушники. С этой стороны нет ничего. И видим в зале, собственно, динамик под микрофон, камера, надпись Nokia. Вот. Собственно, по меню ничего необычного нет. Все то же самое, по большему счету, что и в других Windows Phone телефонах. Особенности самой Nokia, что нравится. Это, ну, кроме управления в перчатках, карты Nokia, которые действительно очень хорошо работают офлайн. Можно скачать разные. Поехали, например, в Грецию, куда-то еще скачали совершенно спокойно. И, собственно, вы не тратитесь на передачу данных на 3G. За границей это дорого. Совершенно хорошо работает офлайн. Не буду рассказывать про менюшку, соответственно, саму Windows Phone 8. Кому нужно, посмотрите. У меня есть обзор. Я рассказал подробно об этой системе Windows Phone 8. Что это такое, как ей пользоваться. Что не понравилось, здесь почему-то урезан функционал немножко. Если мы в 520, имею в виду, по сравнению со старшими моделями. Если мы зайдем, соответственно, и захотим включить эквалайзер, то его здесь просто нет. То есть других, даже в 620 модели эквалайзер есть. Мы можем настроить высокие и низкие частоты. Здесь этого просто нету, к сожалению. Звучание достаточно неплохое, имею в виду звук сам. Мне лично, в целом, понравилось. Единственное, конечно, хотелось бы добавить еще басов немножко. Но, к сожалению, эквалайзера здесь нет. Как видео, плеер работает так же хорошо. В принципе, абсолютно, ну, как сказать, то же самое, что и в других, собственно, люмиях, которые я тестировал. Покажу вам. Качество динамиков заодно проверим. Динамик очень громкий, несмотря на то, что он один. Я смотрел выпуск этот. Классно. Не будем подробно, просто покажу вам углы обзора. Углы обзора хорошие. Повторюсь и говорю, по-моему, уже. То есть на солнце ведет себя дисплей очень хорошо. И так, ну что же. Смартфон, на мой взгляд, все-таки покупать стоит. Тем более, если стоит вопрос, брать ли его, либо чуть доложить денег и купить 620, например. Я бы взял этот. Кроме вспышки, по большему счету отсутствия эквалайзера. Если для вас это не критично, то берите хороший аппарат. Мне в целом понравился. Я бы вполне сам смог ходить. Эквалайзер как-нибудь пережил бы. Конечно, хочется все-таки басов чуть добавить. Но даже без эквалайзера работает действительно хорошо. Вообще, вообще, многих, наверное, уже кто смотрит, мои уважаемые подписчики, особенно смотрите все мои обзоры или большинство, у вас, возможно, сложилось мнение, что я стал фанатом Windows Phone 8. Нет, конечно, просто я восхищаюсь, что появилось что-то новое, наконец-то в этой войне, соответственно, Google против Apple, ну, соответственно, Android, точнее, против Apple устройств. Появилось что-то новое, глоток свежего воздуха, пусть немножко еще недоработанное, то есть радио, например, нет. Невозможно сгруппировать, соответственно, ну, создать папки. Если игры, вот они, например, попадают все в игры, то другие приложения, их никак не скрыть, их можно только удалить, и то не все. Папок создать нельзя. Трея сверху нет, как на Android, зря они его не скопировали. Плюс все-таки мешает, иногда бывает попадаешь на эту дурацкую кнопку поиска. Благо, хоть можно Google там выставить, а не Bing, как раньше. И все равно она здесь, в принципе, не нужна. И еще по мелочам, но это касается самой системы, просто не получается, нельзя закрыть то, что открытые приложения, доступы к ним есть с этой кнопкой. В целом, в целом, вообще, я опять повторюсь очень рад, что я наконец-то вышел. Долго пытался выйти на саму Nokia, вышел, и вот мне предоставили этот аппарат, привезла курьерская служба в руки. Вы не беспокойтесь, никто на меня никак не влияет. Я и с Sony работаю, и с LG, и с Rhythmix. Ну, работаю в плане, беру у них аппараты, делаю обзор, возвращаю. Никто не влияет на качество моих обзоров. Говорю все, что считаю нужно. Если что-то не нравится, так же говорю. То есть, спасибо Nokia за этот аппарат. Хочу с вами дальше сотрудничать. Итак, ну что же, итоги я подвел, все вам рассказал. Аппарат еще будет какое-то время у меня. Будут вопросы, пишите. Если это в моих силах, постараюсь на них ответить. Ну что же, как всегда желаю, будьте здоровы, будьте богаты, будьте удачливы, будьте счастливы. Живите, уважайте себя, уважайте других, и все в вашей жизни будет замечательно. Радуйтесь тем, что вы есть. Я вот рад, я есть. Ну что же, до следующих выпусков. Счастливо!